Друзья, привет! С вами я, Любомир Борода. Сегодня я хотел бы поговорить с вами о музыке, а в частности о пяти альбомах, которые произвели на меня неизгладимое впечатление и сыграли огромную роль в формировании моих музыкальных вкусов. Именно те пять альбомов, которые глубоко засели в сердце, топ-5 и именно того времени, когда только пошло увлечение музыкой, когда появилось нечто такое, что тебя реально зацепило. Это кайф, и ты понимаешь, что с тобой что-то произошло, что-то случилось. Эта музыка, она как-то перевернула твое сознание, и ты дико от этого кайфуешь, ну и становишься каким-то фанатом. Вот именно о таких пяти альбомах я хочу вам сейчас рассказать. Началось мое увлечение музыкой. Это 90-й год, тогда мне было 13 лет. Альбом Violator группы Depeche Mode. Это был реально революционный переворот в моем сознании, потому что до этого я слушал всякие там какие-то миражи, сталкеры, Виктора Цоя. Ну, короче, был такой некий сумбур вообще в каком-то музыкальном восприятии. И тут я услышал Depeche Mode и понял, что вот эта вот реальная музыка, эта музыка, которая мне нравится. Это альбом просто шедевральный. И после этого альбома я влюбился в Depeche Mode и стал фанатом этой группы, и стал дичайше увлекаться их творчеством. Я уже как-то рассказывал. Записывать тексты песен в тетрадку, вырезать из газет фотографии группы и прочее. То есть это было первое увлечение и первый альбом, который реально меня зацепил. Дальше. Группа Accept с альбомом Metal Heart. Я не помню, второй он был по ажиотажу там для меня, или там на втором месте, или на третьем после Depeche Mode. Я просто помню очень такую хорошую историю, которую я все время вспоминаю, когда слышу группу Accept. Это уж не помню, какой был год. Мы шли с моим другом, гуляли с другом Димой. И на гараже, а в то время часто на гаражах можно было встретить надпись Accept. И проходя мимо очередного гаража с надписью Accept, я ему говорю, что же это за ассерт такой, про который все все время там на гаражах пишут. Он мне говорит, блин, солома. А у меня в то время было погоняло солома. Блин, говорит, солома, ты что, мудак, это же Accept. Это, говорит, офигенная Metal команда, короче. У меня, говорит, у сестры муж, он, говорит, увлекается такой музыкой. И у него, говорит, есть много различных альбомов, таких вот всяких классных металлических. И в том числе Accept тоже. Если, говорит, хочешь, пойдем ко мне домой, я тебе включу. И мы собрались, пришли к нему домой. Там стоял бобинный магнитофон Olymp, если мне не изменяет память. И куча различных бобин, красиво подписанных, с разной музыкой. И тут Дима достает вот эту бобину. Альбом Metal Heart Accept включает. Там еще были такие колонки. С90 вроде, тоже, если мне не изменяет память. В то время это был шикарнейший звук. И мы сели, стали слушать. И с первых же аккордов, я не знаю, я просто реально понял, что мир вокруг меня перевернулся. То есть я до этого никогда такого не слышал. Тут я просто охренел. Думаю, какая же это клевейшая музыка. Вот. И я прибежал со своим кассетником. Тогда еще он был какой-то монофонический. Уж не помню, как он называется. Вот было раньше Romantic 306. А это было что-то подобное. То ли кантата, то ли какая-то еще херь. Короче, я прибежал с этим кассетником. И переписал себе этот альбом Акцепта на кассету. И потом по двору ходил с друзьями. С магнитофоном на плече. И мы слушали этот альбом. Вот. Так что Акцепт Metal Heart. Переходим дальше. Гражданская оборона все идет по плану. Этот альбом у меня уже был на виниле. Что Виолатер, кстати, Депешмот, тоже был на виниле. Но уже намного позже. А все идет по плану. В принципе, с того момента, как я его услышал. До того момента, как я приобрел винил. Ну, прошел, может быть, буквально месяц или два. Итак, Гражданская оборона все идет по плану. Как я познакомился вообще с творчеством Егора Летов? Мы тогда сколотили свою команду. Играли такой жесткий, грязный панк-рок на трех аккордах. Вот. И взяли себе гитариста. А Леху... Алексея Безик у него было погоняло. Вот. И он был такой очень интересный парень. Как бы он жил в нашем дворе. Все знали, что это Леха. Вот. Но он ни с кем во дворе не общался. Ходил такой с какими-то длинными волосами. В нашивках. И какой-то такой очень скромный, такой интересный тип. Ну, и как бы мы где-то бухали, короче. И Алексей попался в компании нашего соседа по лестничной клетке. Был у него на дне рождения. Мы разговаривали, что мы играем там музыку, короче. Вот. Мы панки, там все дела. Хотя мы там только начинали что-то там такое. Вот. А он говорит, блин, я играю на гитаре, возьмите меня к себе. Ну, короче, мы его взяли в коллектив и стали более тесно с ним общаться. И он оказался фанатом гражданской обороны, фанатом Егора Летлева. И он дал послушать. Вот. Когда я услышал вот на тот момент гражданскую оборону, я, опять же, охренел. То есть, ну, я до этого никогда такого не слышал. Вот. Ну, во-первых, это была ненормативная лексика. Но не формата Сектора Газа. А на тот момент, кроме как бы Сектора Газа, там, чуваков, которые ругаются матом, я ничего не слышал. Но Сектора Газа это была такая попса как бы, да, для веселушек там. А Егор Летов затрагивал очень такие глобальные уже жизненные моменты. Вот. И по-взрослому у него все это было. И очень сильно цепляло. То есть, он отражал именно какую-то вот жизнь, как она есть. И да, и, ну, наверное, в то время многие были поголовно увлечены творчеством Егора Летова. Это как бы не обошло меня стороной. Дальше я бы хотел отметить альбом Nevermind the Bollocks от коллектива Sex Pistols. Опять же, когда я услышал Sex Pistols, опять я повторюсь, у меня тоже внутри все перевернулось. Это было настолько просто и настолько охрененно, что я, ну, и я был, не знаю, там, на седьмом небе от счастья. Я заслушал этот винил реально там до глубоких канавок. Sex Pistols, это да, это была такая классика, как бы простейшая и охрененнейшая. И я не могу не отметить эту пластинку, потому что реально она и сегодня до сих пор мне нравится. Ну, и пятый альбом, который я хотел бы отметить. По идее, можно было бы сделать и десятку лучших, да, и пятнадцать. Но тогда я бы уже начал очень сильно выбирать, там, блин, а может этот, этот, а вроде и этот хорош. Но когда ты определяешь для себя пять, и просто в голове, закрываешь глаза, и в голове всплывают вот эти вот картинки, обложки от альбомов, и ты понимаешь, что точно этот, 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 там, и этот. И все. Только пять. Вот. И если мы говорим о только пяти, то, конечно же, это сепультура Arise. С сепультурой знакомство было тоже очень интересно. Я уже тогда учился в ПТУ, и из тяжелых коллективов я слышал, ну, как бы Accept, да, я слышал ACDC, я слушал Metallica. Металлика в тот, ну, на тот момент дичайше меня цепляла, как бы нравилось. Но опять же, вот в пятерку, например, лучших альбомов, которые произвели на меня впечатление, я Metallica не отнесу, потому что она, она вроде как зашла, она нравилась, но не было такого переворота, как бы, не было чего-то такого, там же, ох, ох, прям вот, чтобы вау. Слушали, да, нравилось. И Дима, опять же, мой друг, который меня познакомил с Accept, он тогда занимался самбо, и ездил по республике, республика Куамев, которая жил, ездил по республике на сборы, на соревнования, и таким образом у него была возможность обмениваться музыкой, как бы, там, кассетами, друг у друга переписывать у парней из других городов. А, например, тот же город Ухтай или Сыктывкар, они были более такими студенческими, и там, как бы, музыкальная индустрия развивалась быстрее, чем в нашем городе Печор. И поэтому Дима, когда ездил, он все время привозил что-то новенькое. Таким образом, да, вот я зацепил от него Металлику, что-то еще, вот, но знакомство с Сепультурой, опять же, произошло впервые, я услышал как раз, да, от Димы. Дима привез с каких-то сборов этот альбом Arise, мы его услышали, мы охренели, но мы не знали названия, вот, и мы думали, блин, это что-то типа Металлики, но намного круче. И мы не понимали, как эта группа называется, и, ну, а так как не было в то время интернетов, прочих каких-то дел, друзья по двору у нас, ну, слушали больше все-таки дебешмот, то, ну, и знакомых каких-то металлистов особо не было, и мы не могли понять, блин, а что же это за такой вот классный альбом, вот, и кто же его играет. И уже в ПТУ, я познакомился с ребятами, они учились со мной на одном курсе, они были такими вот именно металлерами, которые дичайше рубились по трэшу, дету, вот, и познакомившись с ними, я тоже говорю, отдайте что-нибудь послушать вот интересненького. И они мне дали несколько кассет, вот это был Кеннибал Корпс, что-то еще, и Сепультура Арайз. И вот тогда я уже увидел вот эту вот кассету, этот вот альбом с обложкой, вот, я понял то, что это то, что мы слушали с Димой, но не могли понять, что это. И с этого альбома я реально влюбился в Сепультуру, я влюбился в творчество Макса Кавалера, и каким бы он сейчас не был, каких бы он не придерживался взглядов, Макс Кавалера всю свою жизнь делает охрененную музыку, будь то Сепультура, будь то Soulfly, будь то остальные проекты Макса. То есть это реально человек-легенда, который произвел на меня, ну, просто реально неизгладимое впечатление, как бы, и мне нравится практически все его творчество. Вот, ну, а в тот момент это была Сепультура с альбомом Арайз. Вот такие вот, друзья, пять пластинок, пять альбомов, которые в молодом, так сказать, возрасте, начиная с 13 лет, произвели на меня неизгладимое впечатление. После этого я переслушал большое количество музыки, есть много артистов, исполнителей, групп, альбомов, от которых я дичайше прусь, но эти были первыми, они очень сильно засели в сознание, плюс они были в тот момент, когда был реально музыкальный голод, и все только появлялось, и все надо было где-то найти, переписать, там, купить. Вот, если говорить о винилах, это тоже благодаря одному человеку, который жил в нашем городе, он эти винилы, непонятно каким образом, откуда доставал, у него был маленький магазинчик в квартире пятиэтажного дома, надо было знать там пароль, правильно позвонить в дверь, он открывал, продавал, вот, звали его Валера, он такой был очень интересный чувак, вот, и вот он их привозил, магазинчик назывался Вавилон, и в этом магазинчике я оставлял всю свою стипендию. Вот такие, друзья, дела, такие вот воспоминания. А теперь хотелось бы задать вопрос вам. Какие пять альбомов произвели впечатление на вас? Жду в комментариях, мне очень интересно почитать, и, возможно, я чего-то упустил. Спасибо за внимание. С вами был Любомир Борода. Слушайте хорошую музыку.